Михаил Михайлов, участник 9 апреля, вторая группа инвалидности. Тут я проводил уже почти 6 дней акции «Голодовку», а сидячую «Голодовку» тут бы проведен где-то 8 лет. Мы требовали, что то, что случилось в Азербайджане 20 января, и какой статус им дали людей, чтобы хотя бы приблизительный статус такой дали тех людей, которые тут погиб 21 человек, а потом еще умерли 2 человека, всего 23 человека. У них до сих пор сегодня нет никакого статуса. Без статуса они, а люди, которые там были отравлены, которые получили ранения, у них вообще сняли все, «Глоты», и они остались без чего. Поэтому я начал «Голодовку», но никакого шума, никакого, так скажем, никто ничего нам не ответил. Бесколько раз обратили внимание на властей, они нас ни о чем не ответили. Даже пресса, к сожалению, которая себя хвалит Грузию, как будто независимая, у нас нет независимой прессы. Ни один пресса, ни один журналь, ни один газет не пришел и не спросил, что тут происходит сегодня, что тут человек, зачем голодает, что ему нажать. Я тут лежал, 6 дней голодал, с днем и ночью, но никто ничего не сказал. Вот поэтому я уже вчера поздно вечером прекратил голодовку по просьбе участников 9 апреля, потому что у нас в Грузии и так мало людей, тем более мало людей, которые говорят от самого участника 9 апреля. И мой смерть тут ничего хорошего не принес бы. Вот поэтому по просьбе я попросил вчера уже поздно ночью голодовку. Мы думали, что участники, хотя в гонке, так называемой президентской выборе, там всего 25 человек было, хотя бы один бы пришел и спросил бы, что тут происходит, что тут дело, в чем тут вообще, что вы хотите. Ни один, даже 2-3 кандидата пришли, рядом стояли, и они сделали вид, как будто они нас не видели, не ушли. Так что, как вижу, в этом государстве никто ничего не волнует. Ни 9 апреля не патриотисты, их для них самые главные деньги, самые главные доллары, за которые они воюют, за которые они друг друга бьют, за которые они хотят, чтобы людей обманывать. Сегодня у нас 2 часа тут митинг, объединенный митинг, так скажем, потому что в 1990 году у нас был единственный выбор, законный выбор, который был проведен даже уже при Советском Союзе. Еще не был Советский Союз упразднен, но в Грузии тогда во главе Звиадага в Сахурдии провел независимый, несоветский выбор, и там пробедил круглый стол, и свободная Грузия во главе Звиадага в Сахурдии. После того уже в 1992 году пришел Эдуард Шеварднадзе, который сверх Звиадага в Сахурдии, и после того 3 года даже и сверх Звиадага в Сахурдии, сверх парламент, и упразднил Конституцию. Это нестыкание, несправедливость, которая в мире вообще произошла. После того, 3 года вообще не было в Грузии никакого Конституции, и в 1995 году принял так называемый парламент, но принял Конституцию незаконно. Вот поэтому мы сейчас хотим сегодня людей, еще раз напомнить, что спасение единственное в Грузии, это восстановление конституционной власти Грузии, который до сих пор существует, до сих пор он есть, есть парламент, есть председатель парламента Грузии, так что пока все это не будет восстановлено, кстати, я хочу сказать, как азербайджанскому представителю, азербайджанскому телевидению, то же самое было и в Азербайджане. В Азербайджане был Пуш и Алиев сверху, тогда Эль-Чебея, который, кстати, был большим другом, Звиата Гамсаху, где большим другом Чохара Дудаева, потому что они были инициаторами, они были единомышленными, чтобы создать единокавказский дом. Чему есть спасение кавказцев? Если мы хотим спасаться, ни Россия, ни Америка, ни Европа, Кавказа не поможет. Единственное, нас спасет от геноцида, от войн, от друг друга, чтобы нас не травили друг другом, это кавказский дом, у которого есть все потенциалы, как экономический, как политический, всякий, как ресурсный мозговой, как ресурсный людей. Кавказ всегда был инициатором не только спасения самого себя, а как Гегел говорит, из Кавказа всегда приходил сам, самый лучший идей для мира. И спасение, как Гегел говорит, от Кавказа. Вот поэтому сейчас против Кавказа воюют все, это все война, то, что было у нас. Там сама Чабла с Абхазией, это все спровоцировано из империи, которые не хотят, чтобы мы, кавказцы, вместе жили. Что касается сегодняшнего выбора, то, что у нас происходило, да, это, как уже говорят, так сейчас Нина Бурджонадзе говорит, это тоже будет сфальсифицировано. Всегда будет у нас сфальсифицировано выборы, кто бы не пришел. Потому что незаконный власт, всегда он опирается не на людей, а он опирается на деньги, опирается на свою власть. И всегда они будут в ту политику ввести, которая нас, так скажем, навязывает в другой империи. Не имеет значения. Это российская, евроамериканская, скажем, турецкая, там, скажем, иранская, в кавычках я имею в виду. Там не имеет значения, они всегда будут приводить тех людей, которые им полезны. Так что наша задача еще раз довести гражданинам Грузии, чтобы, если мы не будем уважать 9 апреля, если мы не будем уважать 20 января то, что случилось в Азербайджане, которого мы очень переживаем и очень ждем. И наши представители всегда 20 января, они и там, этот самый, идут в Азербайджане, в Баку, и там ждут там. И они тоже каждый 9 апреля тут они приходят. Я хочу сказать, что одно заявление, что пусть не думает ни одна власть, чтобы эти акции, раз не голодали, и это, если нас не принес результатов, результатов мы так оставим. Мы решили, чтобы мы сообщим об этом азербайджанским нашим собратьям, и 25-го годовщине 2014 года, 9 апреля, мы тут сделаем, так скажем, оцеплению, и не пустим никого, других. Они просто же хотят, чтобы они так-то позировали перед людей, как они любят 9 апреля. А потом они не помнят. Если они этого не хотят, тогда мы сделаем обцеплению, не пустим никого. Пусть тогда и народ, и власть увидят, и мы это сделаем вместе с азербайджанцем, и вместе с Вильнюсом. Потом и в Вильнюсу тоже сообщим, и мы, и это будет, так скажем, международная акция, чтобы было обращено внимание, потому что первый раз в Советском Союзе и Советском Союзе в Грузии был опротестован в Конституции Советского Союза. И был тогда продвинут самый главный право человека, что он был свободен. Так что мы будем бороться, пока у нас есть сила, и имеет значение, сколько лет это будет. Да уж листит нас Господь, Бог с нами. В этом году убили русские солдаты. Вот именно вот здесь. Как и у нас, сначала у нас, а потом в Баку тоже, тоже сами. Вот это 21 человек, который здесь находится, они все эти молодые люди, и старые, все погибли от русских солдатов. А, ничего, нормально, нормально. Не знаю, что будет, посмотрим. Кого выбрали? Выбрали президента нового. Сегодня митинга ожидается? Да, не знаю, это через 5 дней будет, наверное, ясно, кто будет новым президентом. По-моему, вы кого ожидаете? Кого идет? Не знаю. Не знаю. Посмотрим, когда будет, кто больше получил, голосовали, то, что он будет президентом. Посмотрим. Ура Маха Царья. Депутат Верховного Совета Грузии, первого сажива парламента. Ага. Сегодня что случилось? Какой день отмечаете? Я вам расскажу, что случилось. В Советском Союзе всегда побеждали коммунисти, потому что другой партии не было. Все партии были запрещены. В 19. августа 1990 года Фиат Гамсахурдия заставил силой и миллионы людей были собрани на этой площади заставить тогдашний коммунистический Верховный Совет принять многопартийный закон о многопартийном выборе. В Советском Союзе это первое случилось. И первое, что в выборе коммунисти были побеждены и победил Народная партия партия Жюя-то Гамсахурдия Союз Херстинский Союз и Круглисток. После этого последовали другие республики и во всех республиках сейчас независимые парламенты. Это заслуга Жюя-то Гамсахурдия. Первый выбор был 23 года там назад в Грузии и многопартийный выбор в Советском Союзе. И тогда пришла власти народная власть в лице Жюя-то Гамсахурдия и его Круглого стола были приняты такие меры которые должны были спасти Жюзинский народ. Ну и имена вот это особенно запишите и передайте его на ваше телевидение. 2 апреля 90-го года был приздан Верховним Советом Советского Союза закон о выходе Союзной Республики из состава Советского Союза который был государственным переворотом союзного значения. Присажали Советского Союза было формально но все таки записано что каждое Республика иметь право свободного прихода из Советского Союза в этот день именно 2 апреля 90-го года и по твердю 3 апреля тогдашний президент Горбачев было написано что Республика которая хочет выйти из Союза должен провести референдум такого раньше не было. И в третьем пункте было написано что 10% населения имеет право при референдуме отдельно создать такие компактно населенные и автономные области которые имели право если они набрали 20% быть в этом Республике или в Советском Союзе таким образом в кавычках конституционно из Крузии были бы выведены Абхазия Аджария Южно-Цербинская областей компактно заселенные регионы Ахал-Цихи Ахал-Калаки Марвел и Гадаван где они могли выбрать набрать 20% против кузинского народа и этим выбором 28 октября 90-го года Кузия была спасена от этого Чуми в том числе и Азербайджан и особенно хочу подчеркнуть Казахстан потому что из Казахстана не осталось бы ни одной квадратной метры для Казаха сейчас была бы забрана Россия у Азербайджана были бы забраны Ахичеван были бы забраны Карабах мы уже в кавычках конституционно и в долгие земли Вчерашние выборы как прошли по поводу в Азербайджане в Азербайджане есть сохранен настоящий власть легитимный власть вряда гамсофутия я один из этих членов легитимный значит что такое-то количество хорума не берут от этого государства пенсии и я в том числе и есть в Крузии сейчас двое власти один законный власть юридический которого представляю я и де-факто власть после чего важна пока этот власть де-факто существует то всякие выборы это то же самое продолжение конституционного антиконституционного переворота 91-92 годов законная власть так смотрим на эти всякие выборы я председатель парламента грузии по сельскому хозяйству по земельному владению и по экологии я примерно три месяца назад обратился обратился к посолству Азербайджана с таким вопросом три года тому назад река Кура была отравлена так что ни одного живого существа не осталось даже птицы и так как 20 процентов могу пьет воду Куры я обратился к посолству чтобы было бы хорошо если создать совместные совместные лаборатории которые контролируют качество воды в реке Куры мы со своей стороны обеспечивали состав этого к этой лаборатории компетентными лицами экологами а со стороны Азербайджана требовали немножко поддержки финансового так как это является актуальной темой более чем для Азербайджана чем для Грузии мы надеялись что они отрекнут они просто один раз позвонили в посольство и это пропустили мимо ушей так что я можно сказать возмущен потому что наладно относится к этому очень важному вопросу посольства Азербайджана тем более что Азербайджан по рейтинг есть такая цега по рейтингу в Советском Союзе находится в 15 месте по продолжительности жизни пока хотя Азербайджан экономически живет одним из лучших условиях и одной из этой причины является отравленная вода посольства этому никакого внимания не обратила и я хочу сказать азербайджанскому народу если они хотят жить экологически чисто то совместно надо присмотреть за курорт что там ходит какие промышления отходят и так далее представьтесь пожалуйста давид нас перешили участник 9 апреля по поводу выборов что происходит сегодня митинг будет или сегодня будет для нас не митинг а если они посмотрят увидят что 9 апреля случился здесь очень много что-то было для нас это было что у нас был бесплатный транспорт электрорегия да много чего они взяли сняли люди уже дошли до этого что очень много много очень чего потеряли для этого уже пусть это государство пришло время пусть посмотрит и увидит что это люди опять начнут приходить на улицу они очень благословен что они не хотят забить этого 9 апреля что здесь случился это была что-то сенсация что не должен это случился пришел такое время что без этого никто 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 не смотрел что здесь творился что они взяли это и все сняли посняли чертюня что они сделали не надо это забивать 9 апреля такой куча это была история это была история 9 апреля не лежит конкретно 9 апреля что произошло может конкретно 9 апреля что произошло может я зашел здесь был очень такой сенсация что учился военный округа военный погибли люди сбили зачем сбили они голодовали они хотели независимы за свою грузу они не знаю что я здесь творился здесь было очень очень трудно за это говорить это не должен продолжаться пусть они после этого выбора пусть увидят что мы опять будем за них они что-то подумают или придумают или что-то сделают вчера у вас были выборы кого в кандидаты выбрали кандидатов мы выбирали Георгий Маргуляшин этот президент который для нас для народов они наверное наценут новую хорошую жизнь как они говорят отчет обратно дружно вы довольны что вы выбрали да мы очень довольны с перейм кем в в в Продолжение следует...